минувшей ночью на солнце произошла мощнейшая за 6 лет вспышка по шкале x так называемой шкале солнечного возмущения она составила 2,8 балла и это очень большой показатель знаете если вдуматься то можно предположить что наше светило полыхнуло вскоре после прямой или не очень линии сами знаете кого сами знаете с кем между тем прямая линия не обошлась и без происшествий так директора спортзала в крыму богдана гапона это поселок солнечная долина его уже допросили следователи следственного комитета потому что на состояние спортзала пожаловались дети а у нас детей очень любят и о детях заботятся поэтому сразу приехали следователи и директору этого спортзала который уже несколько лет к слову не работает из-за аварийного состояния всем объявлено нет средств дети пожаловались следователи выехали директор этого спортзала злополучного страдает и и знаете что на самом деле ученые не раз уже говорили и доказывали что человек мощнейший ретранслятор мы способны принимать разнообразной энергии словно приемник способные передавать человек всемогущ а тут представьте сколько негативной черной энергии выплеснулась в окружающую нас космическую среду так что отразилось на самом солнце мощнейшая магнитная буря предвидится уже в это воскресенье дорогие друзья никто не избежит и мне во время прошлое такой мощной бури присылали даже с полярным сиянием вот этим будет будет опять снова и снова надеюсь они все таки этого богдана гапона не сожрут фамилия кстати говорящая такая просто как у того пресловутого священнослужителя помните да и на самом деле после всего вышесказанного у меня поражают новые данные которые сразу опубликовал фонд общественного мнения 76 процентов опрошенных эрафистанцев доверяют владимиру владимировичу а 79 и 3 надеюсь я не ошибся там ни на какой процент если ошибся извините одобряют его деятельность то есть доверяют ему на 3 процента с долями меньше чем одобряют странное несколько деления то есть я доверяю но не одобряю а в чем выражается доверие что такое доверие я готов дать ключи от дома и там от спальни где суженая ждет к примеру доверие это может быть тоже разнообразным доверяю свои средства доверяю будущее своих детей доверяю свою родину доверие может быть разнообразным дорогие друзья и знаете маленький фактор о доверии но в начале добрый день с вами снова я захарыч блаженный подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии и поддержите мою деятельность описание подскажет как это сделать и здесь в столицу можно найти немало живописных уголков и здесь около выхода из станции метро баррикадная одно из мест силы потому что здесь ежедневно выходят многие десятки тысяч человек выходят и заходят идут и несут свои обрывочки мыслей всего всего такого интересного люди ведь очень интересные существа и знаете люди интересные и очень глубоки и грустно смотреть на происходящее здесь потому что здесь людей делают плоскими как дурная шутка помните коровьев что ж друзья позволю себе парочку мерзких новостей сказать режиссеру вырыпаеву назначили восемь лет колонии к счастью заочно за фейки о вооруженных силах а издательские дома аисты и читай город буквоед остановили распространение книг а быкова поэта и бориса акунина писателя он же борис чертишвили на самом деле весьма талантливый писатель замечательный человек который неоднократно высказывал свое честное личное мнение что ж и пока как бы вот так в частном порядке цензура у нас нет но можно сделать звоночек и руководитель издательства сделают как сказали и так далее и тому подобное или у нас есть цензура или это называется теперь иначе не знаю но отношение здесь к людям такое какой-то призрачное словно бы мы вместе которая захвачена действительно злыми инфернальными колдовскими силами на самом деле когда эти вещи говорю я говорю их на полном серьезе не шучу и нет я не пересмотрел фильмов а мистического толка нет просто у нас действительно мумия в зеккурате в центре страны действительно так у нас пентаграммы сатанинские звезды украшают все возвышенности в том числе и шпиль вот этой высотке одной из семи у нас все не просто так у нас здесь передается или транслируется энергия в больших масштабах человеческая энергия это очень интересно и если на самом деле связать солнечное возмущение целым рядом моментов то начнешь задумываться и от задумок этих станет непросто и здесь у нас все делается знаете как как минное поле как множество разнообразных ловушек и такой конкурс на выживание а переломаешь ли ты себе конечности выживешь ли ты и так далее и сейчас особенно в последнее столетие когда мы действительно захвачены колдовскими силами черной магии вот кроме шуток делается как-то много всего во вред вот самолет сухой супер джет 100 сейчас по сети уже гуляет видео о том как его сиденье седалище для пассажиров отечественные импортозамещенные протестировали они должны были выдержать перегрузку в 16 джи 16 давлений а планета земля на человека притяжений они выдержали сломались гавкнулись и манекены которые к ним были пристегнуты в труху обратились собственно ранее пару лет тому назад сколько можно погуглить рейс одной крупной отечественной авиакомпании сгорел наполовину изнутри более 40 человек приняли лютую мученическую смерть из-за чего из-за того что у этого прекрасного в кавычках самолета нет клапанов для слива аварийного слива топлива совершенно нелепая смерть которой можно было тысячу раз избежать нелепые смерти сколько же таких именно нелепых смертей и для чего в угоду чему знаете много всего на самом деле было сказано на этой прямой линии и повторюсь достаточно вспомнить вот эту солнечную долину с их спортзалом ах какая забота о детях а как будет решаться вопрос со спортзалом вот этого несчастного гапона сожрут и и облюдоедствует а может просто выделить денег на нормальный новый спортзал а вот это прямая линия непростая штука потому что в самом начале главное действующее лицо прямой линии пошутила касательно двойников знаете не касательно ничего предыдущего я скажу одно что на планете земля на различными закрытыми культурами и племенами практикуется некое воскрешение мертвецов подобие воскрешение мертвецов иногда а в латинской америки одно на острове гаити другое и так далее везде свое магия 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 почему у нас мумия до сих пор лежит на красной площади почему так возмущается солнце интересно владимир владимирович правда раньше съедал на завтрак 10 яиц